С последнего визита на объект многое поменялось и визуально, и объемно. Сегодня у нас освоение с учетом выданного аванса миллиард триста уже составляет. Непосредственно выполненных работ на миллиард. Застройщик Николай Данилин докладывает губернатору, который был здесь два месяца назад, о ходе строительства важнейшего для Барнаула объекта. Стройка началась еще весной прошлого года. Ради нее пришлось менять движение общественного транспорта, автобусов, троллейбусов, переносить трамвайные пути. Горожане уже привыкли к определенным неудобствам, но с нетерпением ждут завершения работ, которые, к слову, идут по плану. И сейчас объект даже визуально близок к завершению. Есть у нас контракт, в рамках которого мы сегодня работаем. Понятно, объект непростой, сложный. Очень сложно дается работа с проектировщиком. Но и все-таки движение мы обязуемся открыть согласно контракту. Конец ноября. Да, это конец ноября. Сейчас лето, и строительству практически ничего не мешает. Погода вполне комфортная для работы. Губернатор поинтересовался, придется ли корректировать планы, когда сезон сменится на осенний. Температура начнет снижаться, дожди пойдут. Это как-то влияет? Вот для нас самое основное сейчас, чтобы мы все-таки в октябре закончили полностью асфальтирование. В октябре, я думаю, мы все-таки закончим. На строительстве путепровода летом работают и бойцы студенческого отряда «Скифа». Виктор Томенко пообщался с ребятами, которые считают, что работа на объектах такого масштаба – настоящая школа жизни. Будете проезжать уже зимой, я думаю, или проходите, будете видеть, мой вклад здесь есть. Это самый популярный вопрос всех наших друзей и знакомых. Они знают, что мы работаем здесь. Главный вопрос – когда уже доделайте мост? Говорю, работаем как можем. Когда мы уже все везде объявили, нам сейчас, наверное, главное донести мысль о том, что на сегодняшний день, вот на сегодняшний день, сегодня что у нас, 2 августа, у нас нет взрывов, у нас нет сбоев, 75% объемов у нас уже выполнено. Напомню, стоимость путепровода – 2 миллиарда рублей. Его строят благодаря привлечению инфраструктурного бюджетного кредита, который выделил федеральный центр. И сегодня же Виктор Томенко сообщил о выделении 140 миллионов рублей на ремонт дорог в 8 муниципалитетах края. Средства получат Белокуриха, Ельцовка, Залесова, Бийск, Заринск, Алтайские и Зминогорские районы. Но что касается строительства путепровода, губернатор поблагодарил Барнаульцев за терпение и пообещал, что ответственные сделают все возможное, чтобы горожанам не пришлось терпеть неудобства дольше, чем запланировали. Татьяна Голубева, день с толком.